Всем привет! Добро пожаловать на урок D1. Почему D? D это значит Donate. Дело в том, что у меня запланированы какие-то определенные темы и вот, например, Donate могут меня отвлечь от моих тем и я делаю по заказу какие-нибудь уроки. Но вот этот урок очень полезный, несмотря на то, что он Donate. Попросили меня показать, как сделать так, чтобы, например, эффекты типа огня появлялись и исчезали какое-то время или появлялись и исчезали, когда ты подходишь близко к какой-то вещи. Мы будем смотреть все это на примере каких-нибудь столбов, на которых горит огонь. Так, ну и потом еще будет одна серия T. T от слова translate. Дело в том, что наконец-то владельцы Roblox наняли людей, которые начали обновлять статьи в Developer Hub. И многие статьи уже актуальны, значит они работают без ошибок. И там просто есть очень интересные примеры. Вот я одну статью видел и как маленький бонус я ее добавлю в этот Donate урок, потому что там классный эффект. Так, ну что ж, вот у меня есть три столба. Столб, на котором, вот этот столб, давайте на него начнем. Назвал я его не просто столб, а Torch. Torch, потому что он... Так, давайте удалю огонь. Если вы забыли, как добавлять огонь. Вот столб у меня есть, я назвал его Torch. Заготовка скрипта, сейчас посмотрим, что там у меня уже есть. Так, и добавляем огонь. Вот, есть эффект Fire. Огонь добавился. Дело в том, что огонь нельзя как-то менять позицию эффекта относительно детали. Она... Этот эффект начинает работать где-то в центре этой детали. Поэтому, если вы хотите, чтобы у нас полноценно работал огонь, как факел, мы давайте... Я сделал еще маленькую деталь, видите, сверху. И назвал ее Part4Fire. Значит, деталька для огня. Давайте этот огонь в этот Part4Fire перемещу. Вот. Ну, вроде все нормально. Так. Как регулировать силу огня, вы, наверное, знаете. В Properties Fire здесь есть. Значение его жаркости. Heat, жара. Вот. Так, что еще? Parent это к какой детали он прикреплен. И два цвета. Как светить? Вот давайте, допустим, сделаем желтый и красный. Из одного цвета в другой. Так. И еще размер можно указать. Огня. Так. Что-то меня немножко смущает. Почему-то он такой круглый. Давайте, если запустим игру, то точно так же будет. Не круглый, а шарообразный. Что-то... Ну, в принципе, для урока нам сойдет. Такой шарообразный. Шарообразный. Размер я все-таки уменьшу. А, ребята, ребята. Так. Возможно, можно как-то указать, на какую поверхность его прикрепить. Нет, к сожалению, такого здесь нет. Так. Что ж. Вернемся к нашему огню. Так. Вот он здесь один. Нам нужно теперь открыть скрипт. Вот у меня есть заготовка. И что мы будем с вами по порядку делать? Я себе памятку написал. Сначала нужно включать и выключать огонь каждые 3 секунды. Ну, это простой скрипт. Мы, по-моему, в одном из первых уроков что-то подобное делали. Конечно, не с огнем, наверное. Обязательно. Итак. Вот эта строчка что делает? Я создал переменную Torch. И делаю ссылку на вот эту деталь. Видите, справа Torch. Вместо того, чтобы писать каждый раз вот такую вот вещь. game.workspace.torch Чтобы добраться до вот этой детали и добраться до огня, чтобы изменить его значение. Я просто прошу, наш скрипт, вот этот скрипт, он находится в какой-то папке. Он находится внутри папки нашего факела. Это очень удобно, что мы можем в какую-то деталь вложить другие детали, которые будут вместе с ним переноситься, если мы будем Torch двигать по экрану. Ну, вот смотрите. Например, вот я его двигаю. А деталь, в которой у нас находится огонь, вот эта, она двигается вместе с нашим Torch. Так. TorchFatel переводится. Итак, идем в скрипт. Итак, что делает эта строчка? В переменную Torch заносим родителя, точнее родительскую папку, в которой находится наш скрипт. Смотрим, где наш скрипт находится. Конечно же, я его в этот Torch вместил. Поэтому в переменной Torch у меня уже хранится путь полный до вот этого Torch. Значит, как бы за меня уже Roblox вписал в этот Torch путь. Game.workspace.torch. Очень же здорово. А самое главное, если я теперь размножу эти Torch и сделаю их там 20-20 миллионов, все будет прекрасно работать. Но, если бы я вручную вписывал вот так, game.workspace.torch, мне пришлось бы, к сожалению, из 20 миллионов размноженных факелов работал бы только один. Увы. Потому что Roblox не смогла бы найти нужный мне Torch с одинаковым именем. Я, конечно, мог каждый сдублированный Torch переименовать. Torch 1, Torch 2, Torch 3 и так далее. Тогда бы и здесь я бы писал Torch 1, Torch 2 и так далее. Тогда бы Roblox, конечно, нашел бы нужный мне факел. Ну, а вот таким способом он находит его даже и без имени. Он смотрит. Так, внутри этого Torch лежит скрипт. Кстати, я скрипт переименовал вот так, правой кнопкой Rename, чтобы не путаться, чтобы вот здесь имя появлялось. Здесь имя вообще-то не важно у скрипта. Но я его переименовал, потому что у меня еще будут скрипты в других, чтобы не путаться. Поняли, да? Вот в этой вкладке вот это вот имя. Можно, кстати, писать по-русски. Эти имена Roblox нормально работают с русскими именами скриптов. Так. Итак, мы выяснили, в Torch находится переменная, которая ссылается на наш факел. А теперь простой бесконечный цикл. У меня есть урок про циклы, можете посмотреть. Вот такая штука. While, do, end. While это цикл пока. Здесь стоит какое-то условие. В данном случае пока истина. В языке Lua true это истина. Так что пока истина. Ну, а здесь никто... Это же не переменная, это всегда просто какое-то значение. Истина. Пока истина, делай. И Roblox начинает делать то, что находится между вот этим словом do и вот этим словом end. Бесконечно. Каждый раз, каждый кадр. Каждые там... Сколько? Одну тридцатую секунды вроде бы. Вот так. И здесь обязательно, внутри таких бесконечных циклов, мы обязательно должны ставить wait, пауза. Подожди. И хотя бы подожди. Ну вот, хотя бы просто скобка-скобка. Тогда минимально возможная пауза произойдет. Но для Roblox будет и то хорошо. Он у вас не зависнет. Так. Ну и мало того, что если ваша игра зависает, или где-то так нехорошо написанные функции, у вас будет просто игра тормозить. Игроки будут дергаться там. Что-то не будет работать как надо и так далее. Итак, товарищ тут попросил сделать, чтобы огонь включался каждые 3 секунды. Так. Ну ладно. Вот у меня огонь лежит. Как мне до него добраться? Помните, как его включать? Давайте посмотрим. Properties. Огня. Вот у нас есть такое свойство у огня. Enabled. Да почти у всех. Во-первых, эффектов. У всех эффектов есть такая штука. И не только у эффектов. У источников света и много чего еще. Enabled переводится как разрешен. Раз стоит тут галочка, значит разрешен огонь. Давайте снимем галочку. Все, огонь исчез. Поставим галку. Огонь загорелся. Отлично. Так. А как мы же можем из программы, из нашего скрипта, этот Enabled, разрешать? Вот смотрите. Я сейчас... Давайте я закомментирую этот цикл. Wait временно. Так. И давайте доберусь до огня. Так. Огня здесь нет. Я его сейчас программно зажгу. Но, чтобы я его зажег, мне нужно до эффекта Fire добраться. Итак. В переменной Torch находится у нас вот эта папка. Torch, да? Дальше нам нужно писать Torch.part4Fire. Вот. Part4Fire. Так где у нас огонь находится? К чему прикреплен эффект огонь? Видите, я вложил огонь в эту деталь. Огонь у нас называется Fire. Мы можем назвать его как угодно. Например, Fire 2. Например, у нас одна деталь горит сразу двумя огнями. А давайте я так и сделаю. Fire. Обычный огонек горит. Я сейчас еще зажгу программно наш огонек, который Fire. Сейчас мы побалуемся. Ну, точнее, вы посмотрите, как это работает. Я удалю, наверное, второй огонь, чтобы вы не смущались. Итак, помните, что в этом огне, который мы хотим зажечь, называется он Fire 2. Вот я для него путь написал. Enabled. Enabled галки нет. Когда галочки нет, это означает на языке луа false. False. Ну, если мы false еще раз запишем, ничего не произойдет. Давайте мы запишем все это в True. Теперь при запуске нашей игры. Кстати, можете F5 нажимать, чтобы начать игру. F5 нажал, чтобы мышкой туда не бегать. Я иногда забываю, поэтому мышкой. И вот видно, что загорелся. Горит два огня. Вот это наш желтый круглый, и через него пробивается еще и тот. Чтобы остановить игру, можно Shift F5 нажать. Видите, я курсор подвел, мне подсказка тут. Сказал Shift F5. Отлично. Так, ну ладно, нафиг убираем этот огонь. Пусть у нас с обычным именем Fire остается. Так, добавляем цикл. Про паузу я вам сказал, что в бесконечном цикле обязательно должна или в начале, или в середине, или где-то в конце обязательно должна стоять пауза. Так, отключим наш огонь, чтобы он не горел. По умолчанию вот так. И мы его сейчас будем включать. Каждые три секунды. Я специально делаю небольшие ошибки. Потому что вы эти ошибки можете сделать сами. И потом я вам рассказываю, как я их исправляю. А иногда я не специально делаю маленькие ошибки. Так, включись. О, включился через три секунды. Ну вот он так и горит, так и горит, и горит. Что же произошло? А дело в том, что этот цикл бесконечно выполняет команды между словом делай и между словом конец. Он ждет три секунды, а потом зажигает наш факел. Давайте я сразу напишу, как сделать более короткий код. Мы будем использовать такую частичку отрицания логического. Мы могли бы написать здесь if. If enabled, тогда в enabled false заносим. Иначе else заносим true. А я сделал просто. Так, ну здесь уже не убавить. Я заношу тот же самый путь. Тот же самый путь. Как начинает работать наша программа на луа. Она берет значение по этому пути. В нем у нас находится истина или ложь. True или false. Зависит от того, горит у нас сейчас фонарь. Фонарь факел или нет. Итак, если здесь истина, он горит, то с помощью этой частицы not истина превращается в ложь. А если там была ложь, то она превращается в истину. Итак, здесь был true. С помощью этого not он стал фолсом. И с помощью этого равно он присваивается, кладется, значит, в нашу переменную по пути. Fire Enabled. Уже инвертированная переменная. Перевернутая. И значит, если у нас сейчас, в данный момент, горел факел, то он потухнет. И через 3 секунды, почему через 3 секунды? Потому что после этой строчки сразу начинает выполняться это. Это же у нас бесконечный цикл. Он крутится. Здесь наш робот ждет 3 секунды и опять выполняет такую вещь. Так, на прошлом шаге, если мы зажгли, а, или если мы потушили наш факел, то здесь у нас по этому пути в этой переменной Enabled false, частичка not, ее делает истинной. True переворачивает. И с помощью равно мы присваиваем ее в свойства огня. Более подробно я рассказать это не могу. Простите. Так, зажгись. Раз, два, три. Потухни. Отлично. Так, ну, что еще с этим столбом? Да здесь нечего показывать. Понятно, что вы все эти секунды сможете изменить. Давайте посмотрим по плану. Добавить демок. Ну, ладно, давайте добавим демок. Так. В ту же парт ForFire. Кстати, смотрите, глюк какой. Плюса нет. Здесь есть плюс, а здесь нет плюса. Ну, если что, давайте правой кнопкой и можно можно сделать честно говоря, не знаю. Ладно, здесь добавим, потом передвинем. Смоук. Смоук это дым. И мы его передвинем в Part ForFire. Давайте запустим. Дым по умолчанию включен. Всегда. Так что дым идет даже когда у нас когда у нас огня нет. Это не порядок, конечно. Ну, как дым настраивать вы тоже знаете. Здесь еще одна появилась вещь. Кроме так, во-первых, прозрачность дыма от нуля он будет очень сильно прозрачный. если мы напишем 0.1 Кстати, в скрипте вы тоже можете менять прозрачность. Видите, он очень прозрачный стал. Можно еще более прозрачным сделать. Давайте 0.0.1 Но его почти не видно. Я вижу, просто я не знаю на ютубе будет это видно. Давайте 0.05. Вот так хотя бы видно. Так, что еще у нас можно в нашем дыме? Ну, понятно, его цвет менять. Райс велась скорость восхождения или как подъема. Давайте, если сделаем большую, то у нас дымочек должен как-то быстрее расходиться. А, во-во-во, пошло. Пошло, вот тут видно. Пошло. И как-то, знаете, из-за этой полупрозрачности давайте 0.0.4 О, видно, вот он пошел. Пошел наш дымок. Так. Размер. Вот. И, кстати, сработало. Так, сработало только когда я из этого поля вышел. Слишком я сделал большое. Ну, все, хватит играться. Это не программирование в данном случае. Итак, мне нужно, чтобы дым тоже был выключен. Вот. И давайте будем его включать только когда будем в дым заносить то значение, которое у нас сейчас в фаер заносится. Смок. Вот забавно. Если я сейчас вот так оставлю, то что у нас будет происходить? Вот, допустим, на предыдущей строчке мы включили наш наш огонек. Вот, видите, я здесь написал смог, а здесь все-таки огонь. Беру значение нашего огня, инвертирую с помощью нод. Значит, если он горел, горит, то тогда пусть идет дым. А если у нас огонь не горит, то тогда нод перевернет false, сделает его true, и у нас тогда дым пойдет. Но будет забавный сейчас эффект. Будет то дым гореть, то будет дымить, то будет огонь гореть. Ну, эффект, кстати, неплохой, честно говоря. Давайте сделаем, чтобы... Что нужно сделать, чтобы у нас включался дым только тогда, когда включается наш огонь? Да просто убрать вот это вот инвертирование нод. По-русски, если сказать, возьми состояние огня и занеси его в состояние дыма. Вкыл или выкыл. Давайте смотрим. Я уже... Мне не терпится ко второму столбу, он более интересный. Перейти. Так. Ну, все клево. И дым, и огонь включаются. И не обжигают нас. Но если вы хотите, чтобы что-то обжигало, вот мы сейчас во втором столбе, вот мы с этим столбиком сейчас и начнем работать. Итак, первая часть урока. Так, что у меня все... А, случайные числа. Разное время горения и не горения. Как это можно сделать? Ох, как я не люблю такой код. Ну, ладно. Вы, конечно, можете просто повторить два раза. Вот так. Здесь делать, например, одну секунду. И смотрите, что будет. Так как у нас вначале были выключены дым и огонь, то он ждет три секунды, потом включает на одну секунду, потом тухнет на три секунды, и потом опять включает на одну секунду. Клево, да? А как можно сделать более симпатичным... Ну, не симпатичным, а вам, наверное, понятным. Это вот так. В этом случае, когда мы задаем разное время для горения и не горения, вот это вот инвертирование с нот, оно не нужно. А эту строчку я могу оставить, а можно просто сразу писать, что давай и огонь зажги, а здесь наоборот потуши. Видите, выглядит симпатично, просто. И так же работает. Так, давайте пример еще более простого программирования. Давайте тогда добавим вот сюда такую штучку Part4Fire. Что нужно сделать, чтобы код продолжал работать? Видите, я уже заранее в торч, вот в эту переменную, заранее уже добавил еще ссылку на вот эту вот деталь Part4Fire. Да, все просто. Просто нужно здесь удалить. и текст еще короче становится. Облегчайте себе работу. Не пишите. Так, ребят, давайте теперь ладно, я думаю, так, где у нас этот? вот этот столб, давайте мы его продублируем. Три столбика. И они сейчас должны совершенно одинаково работать, так как у них программа одна и та же. Так, что-то они качаются. А, да, я их не так передвинул. я их скорее всего могу даже свалить. Причем, смотрите, огонь-то будет сейчас зажигаться конечно так же, но горит он не вверх. Чтобы он горел вверх, тут нужно хитрость небольшую делать. И она возможна только если вы будете знать, что такое C-Frame. Ну, я думаю, для игры это не важно. Вы с помощью Anchor закрепляете ваши фонари и факелы. Уже путаюсь. Вот. Так, смотрите, они у нас одинаково работают. А что если мы хотим, чтобы они немножко с разным интервалом? Чтобы все отличалось? Да просто. Вот сюда Weight 3 и плюс сюда добавляем Math Random. Random. Если мы вот так вызываем Random, то он выдает от 0 до 1. Значит, будет к 3 секундам прибавляться либо 0 секунд, либо 1. Ну, плавно очень. Я уже как-то не по-русски начал говорить. Math Random. У меня есть тоже урок отдельный, очень коротенький по случайным числам по Math Random. Вот. Давайте смотреть на наши фонарики. Я уверен, что в настоящей жизни это только лампочки можно зажечь. И то не все однинаково и одновременно потушить. А все-таки вот такие вещи, даже если у вас какой-нибудь колдун на них колдует, они, наверное, должны немножко по-разному и загораться, и тухнуть. Так, а давайте попробуем сделаем ладно, раз уж это первый D-урок. Так, сделаем вот что. Так, мы здесь включаем наш огонь. Давайте мы силу огня, силу земли, так, силу огня будем менять, чтобы у нас он загорался каждый раз с разной силой. Мы вот это вот Torchfire. Torchfire. Вот у нас сила, сила, сила. Во-первых, размер можно менять, но я не буду вот hit, посмотрим, задайте жару. Hit, и мы будем в нее добавлять my friend и там по-моему два случайных числа. От какого числа? Так, мы будем задавать от 5 до 25. Ребята, я может много задаю жару. И это отразится только на одном столбе, у которого я сейчас в дублировании делал, а, вот это наверное столбик я сейчас делал. Смотрим, где огонь сильно отличается. Так, что-то, а, ну, случайно я еще тоже в этом только делал, да, столбе? Кстати, вы и цвет можете так случайно делать, но давайте сделаем цвет, раз уж пошла такая ребенка. Так, а цвет, цвет у нас находится, цвет огня, вот он, он просто color называется. А, у него два еще есть, ну, давайте два будем. Так, fire, не hit, а color, и присвоим color 3. Так, ребят, вот я не знаю, брик color-то есть у нас случайно, а вот color 3, ладно. я его вот так сделаю. Color 3, math random. RGB, помните, у нас цвет состоит из трех красный, теперь случайно число зеленый и случайно число синий. Вот, я меняю только один цвет, давайте сейчас еще другой цвет поменяем. С другими, так, как он называется, secondary color, secondary, второй, второй цвет. смотрим, какие нам цвета тут Roblox подсунет. Вах, хорошие цвета были. Так, не понял, ребята. У меня, наверное, там вычисления слишком большие, небольшие, большие числа, и получается, так, ну ладно, давайте посмотрим, исправим ошибку, если я смогу. Так, вот он просит color new, и он мне подсказывает color new, там два варианта можно им задавать. Так, color new, вот он показывает один вариант, rgp, а, ребят, ну тут я, наверное, реализация MyFrandom вообще-то в луо должна быть одинаковая везде, но скорее всего здесь у нас так придется делать. Множить на 255, умножить вот так, скопируем. Кстати, ребят, вот вы смотрите урок, можете в комментариях вставить, что-то, что-то не работает, ну ладно, с цветами, посмотрите мой урок про цвета, я там по крайней мере все правильно говорю, и все там работает. Вот, и есть тоже переменный цвет, вот его создавать, brick color мы спокойно можем воспользоваться, создать случайного цвета, это brick color, с помощью одного метода random. Так, что у нас осталось? А, ну вот смотрите, если я теперь продублирую вот эти столбы, еще сюда, да, так, то они точно будут разное количество времени гореть, упали, ну ладно, ну видно, что вот они запустились в разное время. отлично, а вот эти два одинаково совершенно работают, потому что у них одинаковые скрипты были, без всяких случайных чисел. Ладно, удалил я эти лишние. Так, какой у нас следующий? Так, этот torch мы сворачиваем, теперь torch collision. Collision это давайте посмотрим, что мне там надо сделать. Первое, зажги огонь, когда подошел близко. Ну хорошо, давайте сейчас посмотрим, что моя заготовка делает. Я вам сейчас объясню каждую строчку. Подходим, видим какой-то прозрачной детальку, но вот я коснулся и смотрите, что-то у меня печатается. Правая рука, левая там, нога и так далее. Вот, что это такое? Давайте посмотрим. Ну, торч, торч, наш факел сделан просто, как тот предыдущий факел. Значит, вот эта вот деталька внизу у него, я ее назвал torch collision, вот она, я ее курсором показываю. Потом добавил детальку part for fire, на нее огонь повесил, огонь пока у нас выключен, нет галочки, значит false здесь enabled. Так, ну вот эти штуки, вы же знаете, что это такое, тут написано, что эта часть сцепляется, соединена с землей, чтобы она не падала, а эта часть с частью соединена, это означает вот это part for fire и torch collision, вот эти вот нижняя часть и верхняя, они склеены. Тоже про это первые уроки у меня есть там где-то. Так, а вот это collision area, это я сделал такую детальку, я ее сделаю полупрозрачной, помните, как у детали, свойства детали, вот я ее выбрал, обычная деталька совершенно, неважно из какого материала, и у нее есть такая штучка, называется transparency, вот она, здесь есть бегунок, можно двигать, можно сделать ее непрозрачной, можно сделать прозрачной, для отладки пусть мы ее немножко видим, потом, когда вы уже закончите в игре, вы можете ее сделать совсем прозрачной, чтобы ее не было видно, либо пусть она будет непрозрачной, но в нашем скрипте мы ее в самом начале будем делать прозрачной, но это как бы хороший тон, вот наверное Roblox такому учит, так, итак, для чего я сделал эту штучку, с помощью этой штуки, вот если мы посмотрим сверху, мы можем регулировать, вот, видите, если я держу shift и control, видите, она из середины начинает увеличиваться при масштабировании, при scale, если я control отпускаю, она влево начинает, да, тут по центру, а если, так, если shift отпущу, то она только симметричные стороны, а так вот все будут делать, так, давайте еще раз, вот я сделаю, чтобы на таком расстоянии начинало срабатывать, это у меня, как бы, датчик движения, как знаете, в домах делают, вор, если прошел по коридору, то тут сработала сигнализация и сообщили, так, смотрим теперь на наш скрипт, ну, в переменную torch я заношу путь до нашего, до вот этого торча заносится, вместо, помните, как я вам говорил, gameworkspace torch collision, и так, это мы делаем только один раз, потом этой переменной много раз пользуемся, если нам нужно, дальше, здесь я сделал маленькую функцию, про функцию отдельно и есть урок, даже 3 или 4 урока у меня на канале, function, назвал ее untouch, это означает при прикосновении, ну, я сам название придумал, здесь какой-то параметр, who, переводится на русский кто, кто же нас, кто же посмел дотронуться или подойти вот к этой детали, collision area, и я печатаю, кто же это до нас дотронулся, и как вы видели в аутпуте, до нас дотронулась правая рука, до нас дотронулся верх торса, левая нижняя нога, вообще ужас, какими частями тела мы дотронулись, так, ну и давайте раскомментируем, так, чтобы писал меня, коснулся, и чтобы узнать какой игрок коснулся, у игрока есть имя, а у всех вот этих верхний торс, правая рука, у них есть родитель, а родитель у нас игрок, поэтому, если мы пишем who, а в данном случае who это правая рука, мы пишем правая рука родитель, кто это, игрок, значит, вот на этом месте как бы подставлен тот игрок, кто коснулся, на самом деле вашего вашего фонаря может коснуться, например, другая деталь, которую бросили кирпич, а у нее уже не будет имени, например, нет, ну имя-то будет, конечно, ну ладно, бог с ним, просто я вас сразу предупреждаю, что ваших вот этих ловушек, расставленных, могут касаться и зомби, и какие-то другие детали, например, вертящийся мост, помните урок с вертящимся мостом, если он будет вращаться и будет иногда задевать вот за эту вещь, то вот эта функция будет срабатывать, и она будет говорить мост, представляете, мост пытался меня украсть, так, итак, ну давайте с именем запустим, идем, а, ну вот пишет уже, left hand меня коснулся, ну это мое имя, здесь в данном случае аккаунта, все хорошо, вроде бы срабатывает, как это прикосновение срабатывает, у меня уже был урок, точнее во многих, нам нужно поставить вызов функции на срабатывание касания, причем касание нужно именно вот этой детали, не когда мы коснемся столба, потому что это уже слишком поздно будет, что мы к этому столбу подойдем, а именно когда коснулись этой детали, итак, мы знаем имя нашей детали, она называется collision area, давайте здесь уберу, даже вот так пишем, touch, torch, точнее torch, это вот этот, наш столб, в котором уже хранится и парт, ну штука, где у нас огонь, и хранится вот эта деталька, по которой сигнализация срабатывает, так мы пишем torch, потом пишем collision area, это я сам назвал эту деталь так, ну тоже по-английски, это collision, это значит столкновение, area, это область, можете назвать ее хоть и Гитлер, все равно работать будет, так, дальше, мы должны выбрать событие, которое происходит, давайте полистаем, что же у нас эта деталь может сделать, событие очень интересно, иконочкой такой, вот такой молнией, что же может произойти, ну child edit, допустим, если у нашей, у нашего столба вырастет рука случайно, то вот эта штука сработает, если руку эту оторвут, то вот эта сработает, вот, ну это, руку на руку, добавят, а это на добавленную руку, у этой руки еще что-то там оторвут, ладно, нам, нас интересуют вот эти два события, touch, это когда только мы начали касаться, а есть другое, противоположное, когда перестали касаться, например, смотрите, давайте я touch выберу, смотрите, если у нас человек стоит здесь, он уже касается эти детали, нам нужно включить сирену, например, когда человек выйдет из этой области, не вот здесь, а именно когда он уже не касается, когда он здесь, тогда-то нам и поможет touch ended, такая штучка, ну, возможно, мы сейчас, я буду, когда доделывать, вот это вот загорание огня, возможно, мы и воспользуемся эти touch ended, посмотрите, как работает, итак, touch, мы добрались до того, что у нашей детальки, есть такое событие, touch, как теперь к событию присоединить, приконнектить, вызов вот этой функции, очень просто, у меня уже внизу записано, пишем двоеточие обязательно здесь, и коннект с большой буквой, дальше, мы должны писать название той функции, которую хотим вызвать, во многих хороших уроках, ну, не хороших, пишут сразу вот так, без имени, function, скобка, скобка, end, вот, и здесь уже пишут вот этот код, который здесь написан, вот так вот, например, вот так вот делают, тогда вот эта функция вообще не нужна, видите, здесь безымянную функцию вызывают, но это, возможно, не очень понятно, поэтому я в уроках стараюсь писать вот так, чтобы вам было понятно, что вот есть функция, и она ждет своего часа, когда же кто-то коснется, когда же ее вызовут, кстати, эту функцию можно вызвать и вот так, присоединить на другие события, например, touch ended, она тоже вызовется, но нам это в данном случае не надо, ее можно, эту же функцию вызывать, на события прикосновения с другой деталью, только здесь будет уже другой путь, не collision area, вот название нашей детали, да, вот этой, а, например, название вот этого столба, кто нам мешает, так, что же делаем, все это печатание нам неинтересно, нам нужно зажечь, зажечь огонь, и при том, что, давайте проверим, что коснуться нас человек, вот идет проверка, в переменную p, я занесу, точнее не так, если мы хотим этим огнем обжечь нашего человека, мы должны добраться до его гуманоида, именно в гуманоиде человека хранится, его здоровье, помните, вот такое, health, надеюсь, я правильно все пишу, я просто хочу сделать, что он сейчас обжигался у нас, от нашего огня, нам это придется потом раскомментировать, так, ну, не важно, кто нас коснулся, давайте мы вместо печати будем просто включать, torch.art for fire, fire true, вот это простой простейший вариант, вот первое, зажги огонь, когда подошел близко, ну ладно, надеюсь, вы еще там не уснули, так, ребята, что-то у меня тут вгается, torch collision area, а, touched, touched, да, как хорошо, я иногда забываю, как это пишется, но начинаю печатать первую букву, и уже вижу, touched, отлично, touched, с большой буквы, запускаем, это я на красную строку здесь обратил внимание, видите, сейчас запустилось без всяких ошибок, это очень хорошо, так, ну что, подходим, сейчас коснемся этой красной штуки, коснулись, и мне говорит, огонь, невалидный член какой-то там детали, значит, огонь у нас находится где-то, где-то не там, так, torch, part for fire, не понял, ребята, все же так хорошо начиналось, я опять здесь мог где-то ошибся, ошибиться, так, parent, part for, а, ребята, ну не просто же в огонь нужно добавлять, а огонь в огне у нас, что есть, помните, enabled, если я в огонь что-нибудь занесу, или его удалю, то огня просто не будет, нам нужно просто разрешить, так, зажглась, давайте сделаем еще одну деталь, поменьше, так, я ее дублирую, ctrl D, я ее назову collision area 2, я ее цвет изменю, пусть он будет какой-нибудь, зелененький, и ее сейчас уменьшу, уменьшу, можно, кстати, вот здесь размеры написать, но не хочу, так, коснемся внешней, и тали, зажгется огонь, коснемся, ага, ну, можно, знаете, что сделать, дело в том, что у нас, небольшие тут будут проблемы, так, так как у меня в этой детали, во внешней, не вырезана дырка, она у нас будет все время, прикосновение, к ней будет срабатывать, даже когда я буду касаться, вот этой зелененькой детали, которая внутри, давайте, что-нибудь другое придумаем, например, во-первых, функцию сделаем, антач 2, давайте я буду гасить огонь, но, к сожалению, это не сработает, полноценно, кое-как сработает, кстати, здесь в любом порядке можно подключать, так, коллижная ария 2, антач 2, обязательно должны имена у функций отличаться, понятно, иначе наш роблокс запутается, текс, идем, но очень медленно, зажгли, потушили, а, ну, понятно, так, ну, вот, видите, я хожу, и он все равно иногда загорается, а потом тухнет, почему? Потому что срабатывают две функции, потому что, смотрите, и это, мы прикоснулись и к одной детали, и ко второй, сначала срабатывает на каждый наш шажок загорание, и потом срабатывает вот это сразу второе, тушение, так, ладно, давайте пока я уберу, вот это, и выполню то, что у меня здесь написано, пусть огонь горит 10 секунд, даже если отойдешь, сейчас у нас огонь вечно горит, если вы не поняли, вот давайте я запущу и посмотрим, стоит нам зажечь наш огонек, он будет гореть вечно, отошли ее, и он все, он не потухнет, потому что у нас здесь не записано, как можно сделать, чтобы он потух, можно, конечно, сделать очень просто, вот так, wait, например, давайте 3 секунды, и вот эту вот штуку мы повторим, сделаем false, но дело в том, что у нас этих касаний очень много происходит, вот мы два шага вглубь этой детальки, которую мы касаемся, вот этой красной сделали, и у нас дважды это вызвалось, что зажги, сейчас посмотрим, вот я сейчас не шевелюсь, через 3 секунды он должен потухнуть, опять сделал шажок, по идее, если я тут бегаю, то он вообще не должен тухнуть, никогда, если, но стоит мне остановиться, и он потухнет, а вот ребята, уже вижу эти проблемы, эти 3 секунды не проходят, но он тухнет, почему, потому что на каждый шаг, вызывается вот этот вот код, смотрите, я вот буду сейчас считать, 1, 2, 3, 4, 5, это вот 1, 2, 3, 4, 5, это я делаю шаги, и каждый раз 2, 3, 4, 5, вызывается вот эта вот штука, значит, раз, вот это вот вызвалось, огонь загорелся, ждем 3 секунды, и false, 2, опять вызвалось, и false, и смотрите, спустя 3 секунды, даже если мы остановились, пройдет, вот эта вот строчка, выполнится, 3 секунды прошло, и он попытается его потушить, неважно, при этом мы опять ходим, или не ходим, что же делать, а вот мы воспользуемся, мы воспользуемся, мы воспользуемся, и давайте вот эту функцию мы переделаем, во-первых, я ее переименую, untouchend, нам уже не надо, мы должны его потушить, но спустя, дело в том, что вот эта функция срабатывает только один раз, смотрите, когда я вот здесь, шарохаюсь, извиняюсь, хожу по вот этой области, деталей, каждый шарочек срабатывает столкновение, но стоит мне выйти отсюда, столкновение, конец вот этих столкновений, оно один раз только срабатывает, очень удобно, чтобы узнать, как, что, где срабатывает, вы можете сюда принт добавлять, вот как я добавил, меня коснулся, здесь можно, меня прекратил касаться, так, ну все, ребят, здесь вообще тогда простое будет, значит, при прикосновении мы всегда даем истину зажигания, а когда мы уходим из огня, untouchend, untouchend, вот это вот выполнится, то и ждем 3 секунды, и после 3 секунд выключаем, а если он не горел, то ничего и не произойдет, как бы никаких глюков, так, отбежали, потух, и классно, вот сейчас, если я стою, то огонь не будет тухнуть, ребята, что за безобразие, а, touchend тоже срабатывает, после каждого шага, сначала, значит, срабатывает, touch, ну выход тоже есть, давайте я вам программистский выход напишу, придется завести переменную, переменную, это нехорошо, транскрипции писать, русские слова, я так хочу, зажигли, 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 вот, возможно, можно проверять, и вот это просто, не хочу я длинную переменную писать, так, так, когда я начинаю программировать, не что-то простое, я не могу параллельно говорить, сейчас поясню, так, ну и так, зажигать, значит, будем только один раз, сколько бы touch не сработал, он сработает только один раз, потому что у нас в зажгли была ложь, можно вот так написать, чтобы было вам понятно, или, так, если зажгли ложь, видите, вначале у нас ложь, то тогда мы все-таки один раз зажгем наш фонарь, вот, и то, что мы уже зажгли, вот мы в переменную тоже признак занесли, так, теперь смотрим здесь, что-то я не могу хорошее решение придумать, давайте я буду печатать, не нравится мне, конечно, что оно срабатывает много раз, это событие, но тут уж ничего не поделать, посмотрите, о, смотрите, аж 14 раз, вот я, вроде я касаюсь еще, но срабатывает, что-то сначала прикоснулся, а потом уже не касаюсь, хотя на самом деле я касаюсь, можно на самом деле еще проверять расстояние между позициями, координатами вот этого столба и нашего человека, но я придумал на самом деле способ, как сделать, мы вот как сделаем, давайте я вообще по-топорному сделаю, так, опять, зажигать мы будем коллижн ария 2, который поменьше у нас, зажигать мы будем вот в этом радиусе, вот эта зеленая деталь, видите, вторая, а гасить будем уже, когда мы вот здесь, так, вот, ну и все, здесь ничего проверять не надо, тогда, кстати, если у вас есть более простое и не такое смешное решение, так, итак, если я дотронулся до маленькой области, то untouch срабатывает, загорается у нас огонь, а если я закончил touch, кстати, здесь touch-ended и touch одинаково работают, хотя, в каком порядке, смотрите, они у нас запускаются, так, вот, хожу по красной, ничего, оно нам, красная область, тушит, тушит огонь, а зеленая зажигает, и вот, несмотря на то, что я останавливаюсь, а нет, срабатывает, так, а как сделать, чтобы он не тух, без лишних проверок, может быть, вот так сделать, так, ребят, у меня тут полночь, я, конечно, все это решу, давайте лучше перейдем к третьему, третьей части, а, вот, давайте, если вообще близко подошел, давайте, близко подошел, я тогда сделаю, близко подошел, это вот этого, да, точь, сделаем другую функцию, если очень близко подошел, то есть, бэм, так, 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 это предупреждение, что вот, огонь зашел, не подходи близко, подошел близко, и мы сделали destroy, уничтожили, также мы можем destroy сделать, нашего человека, но можем его убить более достойным способом, как нам убить его более достойным способом, давайте мы нашего человека, так, во-первых, торч, так, не буду я уничтожать наш торч, пусть только человек горает, вот мы взяли его гуманоида, точка, ноль, присвоим здоровью нашего человечка, оп, ой, я что-то чуть не упал со стула, ну что, нормально? Ага, а что он ругается? там еще раз тач сработал, уже у взорванного человека, он попытался его еще раз проверить, ну посмотрите, у меня другие уроки, есть тоже, где у меня столкновения проверяются, там есть условия, проверяет вообще человек, ли столкнулся, или не человек, есть ли, а, так, господи, мы можем сделать, что я туплю, вот давайте так сделать, ifp.health, если здоровье есть у этой детали, то тогда мы, только тогда мы это здоровье и отнимаем, а давайте мы еще сделаем вот как, давайте мы еще, пусть взрыв произойдет, сделаем explosion, помните, у нас здесь есть тоже эффект такой, модель, так, а, нужно на экране, вот, вот эффект есть, есть эффект, называется explosion, это взрыв, мы можем, кстати, здоровье, наверное, тогда и не менять, давайте, это я закомментирую пока, просто, если человек подошел близко, это тоже строчка не важна, но не важно, сделаем вот что, сделаем torch, эксп, а вот как надо делать, делаем, это переменная, любое имя, хоть е, например, пишем, instance, new, explosion, и можем этой же строчкой сразу, родителя сделать в explosion, а можно сделать вот так, давайте напишу, explosion, скажем, кто, кто твой папа, кто твой папа, а твой папа, оказывается, torch, извиняюсь, torch, в смысле, факел, наш факел, и сейчас этот взрыв произойдет, и, по-моему, и, по-моему, по-моему, так, загорелось, загорелось, так, ребята, а я не понял, ох, сколько тут у нас этих взрывов, видите, координаты-то совершенно не те, нам нужно еще и координаты нашему взрыву сделать, хорошие, можно еще звук добавить, тоже в каком-то уроке, посмотрите, там про футбол, у меня, по-моему, пятый урок, как мы там звук добавляем в игру и запускаем, так, ну, тогда мы вот что сделаем, explosion, position, присвоить, чтобы взрыв появился на том месте, где наш факел стоит, а не в центре игры, а то он создается, когда он создается, он создается с координатами 0,0,0, вот поэтому он, о, клево, да, так, ребята, а что я не умер-то, клево, смотрите, наш огонь, отлетел деталь, когда вы закрепляете не с помощью анкора детали, а с помощью типов surfaces, типа, ну, тоже посмотрите, вот, клеем, например, там, или свариваете, то эти детали при взрывах шикарно разлетаются, ой, ребята, и на человека, оказывается, работает, но, знаете, это надо было близко подойти, получается, я могу вот эту вот зеленую область сделать маленькую, он будет умирать, а мы можем просто сделать, мы можем опять здоровье у нашего человечка убежать, так, и полностью, давайте, если вы хотите, чтобы второй человек не подорвался на этом факеле мини, кстати, у меня есть урок про мины, можете посмотреть, так, 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 теперь полноценно, так, ребята, script collision attempt to index local p, ага, а, нужно еще вот так написать, чтобы не было такой ошибки красной, давайте я еще исправлю, ifp, потом end, если вообще p, он кто-нибудь дал, если есть родитель, гуманоид, у того, кто дотронулся, например, смотрите, факел взрывается, и вот эта верхушка факела падает, сама, на себя, представляете, факел, вот этот кусочек падает, сюда, и touch срабатывает даже на нее, клево, ой, как покатилось, прям, и никаких красных строчек, это потому, что я сделал проверку, что у нас p есть, и что в p есть еще и здоровье, только тогда убиваем, вообще шикарно, я доволен собой, и вами тоже, ребята, так, что можете донатики послать, и заказы писать, что же сделать, ну, ребят, единственное, когда меня пишут, сделай тайкун какой-нибудь там, еще там что-нибудь, извините, за час я не уложусь с этим тайконом, конечно, я могу интересную тему разбить, там, на три урока, например, с продолжением, но у меня еще в планах есть лидерборд, мы же еще не закончили, сифрейм, так, ну, и вот пример, например, вот такой, я уже вам более-неволей показал, как сделать эффект, которого не было добавлено, мы же explosion здесь не добавляли, хотя мы могли хитро сделать, мы могли добавить explosion, как здесь fire сделан, вот, например, смотрите, вот так делаем, эффект explosion, да, добавили explosion, и explosion сделали, вот, кстати, смотрите, в explosion, когда вы его добавляете, можно еще, у него радиус, давление, это с какой силой он разрывает куски, потому что, например, металлическую сварку, можно сделать такую силу, что он не разорвет, а вот клеевые соединения, леговские, он разорвет, так, радиус, сколько стадов, в каком радиусе, он все это коррежит, так что, если бы я здесь сделал, например, 400, то, представляете, вокруг бы все улетело просто, написано, уничтожать соединение в радиусе, но это надо проверять, то ли в одном радиусе от диаметра, все разрывать соединение, джойнты, то ли еще что-то, надо будет почитать документацию, так, что за взрыв, можно оказывается сделать, кратер, это просто кратер делает, а это кратер, еще и куски вырывает, это без кратера, и все это мы можем в нашем программе, вот, писать, вот где мы позишн писали, да, explosion.position, мы можем еще и писать, explosion.type, например, explosion.type, и в кавычках, кратер, и там, и так далее, видно, что здесь, так, visible, видите, вместо enabled, visible, мы могли бы создать, подготовить взрыв здесь, и уже к нему обращаться, но я думаю, что с explosion, нам нужно, не нужно его просто добавлять, нужно его из программы создавать, как вот мы здесь делали с вами, так, ну и последнее, с torch collision мы сделали все, и вот у меня остался такой столбик, without fire, torch without fire, и в нем ничего нет, никакого огня нет, давайте мы добавляем скрипт в него, это последняя часть урока, надеюсь, я не засну, так вот, я обращался к зрителям, чтобы было удобнее смотреть, вы можете, например, оставлять тайм-коды, например, вот я начал вторую часть делать, про то, как подходишь к столбику, и там загорается огонь, вы можете написать, 5 двоеточие, 31, это значит, на пятой минуте 31 секунде, рассказывают о том-то, вот, чтобы другие зрители могли это увидеть, так, ну и что, наш скрипт, скрипт должен сделать, добавить огонь просто, огонь мы, вы уже, наверное, знаете, точнее, можете догадаться, из сегодняшнего урока мы уже там это делали, давайте я буду кратенько писать, не part, а p просто, script parent, в p у меня ссылка, вот на этот torch, я пишу здесь, допустим, подождать 5 секунд, и через 5 секунд, огонь, или дым, добавить на вот это вот, part for fire, давайте, local fire, instance, точка new, создать новую, fire, так, теперь, f точка, parent, пусть будет, f точка, part for fire, и, так, и f точка position, вообще странно, тут, конечно, у fire, это мы, позицию могли задавать, у взрыва, давайте посмотрим, может быть, все сработает, сейчас, здесь должен загореться огонь, 5 секунд проходит, вот он загорелся, да, действительно, горит он именно, на той детали, на которой мы указали, ну вот, ну, также, вы можете добавить, вместо fire написать, например, sparkles, искорки, начнет у нас, сейчас, скрить, тоже цвет, можно менять силу, и так далее, ну, что, на этом, я вот, планировал, 3 сделать, оба, еще у меня была, конечно, интересная вещь, как сделать так, чтобы, у человека, начинали загораться руки, ноги, давайте, опа, блин, давайте, в другой раз, и так, слишком много, ставим лайки, подписываемся, всем рассказываем, что есть такой канал, конечно же, ну, и донатики можно послать, 50 рублей, можно больше, буду благодарен, комментарии, вопросы, где-то в течение, скольки-то недель, после выхода видео, я уж вам точно буду отвечать, ну, а потом уж, если видео много накопится, то на старые видео, наверное, комментарии, отвечать не стоит, все, на этом пока, пока.